Китайский мост Китайский язык Ясения Моя специальность Переводчик Мой первый язык Английский Но на первом курсе Нам предложили выбрать Для изучения второй язык Нам предоставили Довольно широкий выбор В том числе Китайский язык И я подумала Что это довольно перспективно И прикольно Поэтому Собственно Я его и выбрала Слушай Ну прикольно Да, прикольно Но мне кажется Это вообще Нереально выучиться Я тоже так думала. На самом деле, ничего сложного, если уделять этому достаточное время. Не сложнее, чем выучить любой другой язык. Но это вот как бы абсолютно по-другому, интереснее, чем английский. Ну, как сказать. Английский, все привыкли английский, английский, все учат английский. А это совершенно, вообще совершенно что-то новое. Это, во-первых, другая культура, это не Запад, это Восток, там совершенно другие традиции, другая жизнь, и, соответственно, язык другой, те же самые иероглифы. Допустим, очень часто, когда я еду в маршрутке или в троллейбусе и готовлюсь, ну, на ходу к урокам китайского, я сижу, читаю иероглифы, и люди просто смотрят, и они в шоке. Но это действительно очень интересно. А что сложнее, говорить или писать по-китайски? Писать, наверное, запоминать все эти закорючки. А вот скажи, пожалуйста, а сама в Китае была когда-нибудь? Да, я ездила учиться от института Конфуция, который есть в нашем университете. Меня послали на стажировку на один год. Это был, наверное, самый прекрасный год в моей жизни, потому что я познакомилась с невероятной просто культурой. Там очень интересная жизнь, очень интересные, добрые люди. Ну и, соответственно, очень подтянулся уровень китайского. Потому что где не учить китайский, кроме как в Китае. То есть вот ты целый год жила в Китае. И помимо того, что учила там китайский, что ты там еще делала? Знакомилась с культурой, с людьми, гуляли, тусовались. Ну, в общем, весело проводили время. Там очень много иностранцев, ну, то есть иностранных студентов. Вот, поэтому проблем в общении не было. Ну и со временем появилось множество китайских друзей. Они помогали и в учебе, и водили там по паркам, по клубам, по всяким кафешкам. То есть очень интересно было. А училась ты там вот в своей специальности тоже, да? То есть... Китайский язык. Вообще моя... Я имею в виду, помимо китайского языка, ты продолжала там учиться, вот как ты сейчас учишься? А, нет, нет, только китайский, да, конечно. И скажи, пожалуйста, вот ты, какие у тебя дальнейшие планы? Как хочешь это применять, как будешь это применять? Ну, сначала, конечно, нужно доучиться, потому что это все-таки довольно сложный процесс. Я закончу университет, мне дадут диплом, но на этом, конечно, обучение не закончится. То есть я планирую дальше продолжать учиться. Может быть, поступлю в магистратуру. Есть такой шанс. Сейчас, возможно, даже в Китае. Хотелось бы дальше изучать китайский язык, ну и применять его, соответственно, в работе, в карьере. А сама учить китайскому смогла бы, хотела бы? Ну, моя специальность переводчик, вот, поэтому я не могу учить других людей. Ну, если будет возможность заниматься репетиторством, почему нет? А вот сейчас в услугах переводчика китайского языка часто нуждаются? Как ты считаешь? Я думаю, с каждым годом такая нужда все возрастает и возрастает, потому что развиваются экономические, политические отношения с Китаем, и поэтому все больше требуются услуги переводчиков. Китайцы, конечно, учат русский язык, но мне кажется, что лучше, чтобы мы выучили китайский язык. Ты считаешь, что китайцам сложнее выучить русский, чем нам китайский? Русский сложнее, чем китайский, начнем с этого, поэтому, да, лучше нам выучить китайский. Настя, вот ты студентка, да, изучаешь китайский язык, учишься в университете, а какие-то увлечения помимо этого у тебя есть? Ну, остается немало времени, немного времени на увлечения, потому что я учусь во вторую смену, вот, то есть день разделен очень, ну, я занимаюсь волейболом, вот, хожу на секцию, на аэробику, ну, то есть спорт, а так в основном китайский, английский, учеба. Ну, дома по-китайски не разговариваешь? Нет. Ну, бывает, конечно, мама там или бабушка, допустим, они очень восхищаются, о, ребенок учит китайский, ну-ка скажи нам что-нибудь. Ну, что-нибудь там ляпнуем, они счастливы. Ну-ка скажи нам что-нибудь. Ох, что бы вам такое сказать. Мне понравилось. А что это значит? Я сказала спасибо за то, что пригласили меня участвовать в вашей программе. Да нет, что, приходи еще. Скажи, пожалуйста, вот еще у меня такой вопрос. Вот ты участвовала в конкурсе, который назывался «Китайский мост». Да, вот что ты от этого конкурса для себя вынесла? Ну, это, наверное, была как бы проба моих собственных возможностей. Мне было интересно, просто смогу ли я посоперничать с ребятами, которые также изучают китайский язык, и некоторые из них изучают дольше, чем я. Для некоторых это вообще как первый иностранный язык. Ну, как оказалось, я смогла это сделать, и я очень горжусь. Я заняла третье место на отборочном туре. И теперь собираюсь на следующий тур, который будет проходить во Владивостоке. Когда? 28 мая. С 28 по 30. Теперь ты денно и ночью наготовишься. Да. А что на этом конкурсе придется делать? Там будут участвовать пять команд от различных регионов России. Нужно будет также демонстрировать знания китайского. Там будет несколько конкурсов, скажем так. В каком-то конкурсе нужно будет разыграть диалог, в каком-то показать какие-то свои таланты, в каком-то будут проверять знания китайской культуры, китайской истории. Вот. А все это будет, то есть ты уже будешь знать, чего от тебя будут требовать, или все это будет неожиданно? Я знаю только очень приблизительно название конкурсов, и что там будут спрашивать. А конкретно нет, ничего не знаю. Но все для тебя это интересно? Да, конечно, интересно. И китайская культура? Да, очень интересно. Чем она, кстати, отличается от нашей? Вот самое такое, наверное, глобальное отличие. Ну, во-первых, она древнее. И, конечно, это вообще другая жизнь. Когда я приехала в Китай, мне казалось, о, я попала на другую планету. Совершенно другие люди, другие обычаи. Ну, самые отличия. У них другое отношение к жизни, скажем так. Вот. Они очень трудолюбивые, безумно. Очень добродушные. И они никогда не жалуются на свою жизнь, на судьбу. Они стойко переносят все трудности. И это, конечно, поражает. Что ж, Настя, спасибо тебе огромное за сегодняшнее общение. Вот желаю тебе удачи на предстоящем конкурсе. Ну и вообще учи китайский. Спасибо. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Настя Чернецова, участница конкурса «Китайский мост». В эфире программа «7 минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин